Алия, что делаешь? Коров пасу. Это же картинки. А у тебя что в руках? Это Конституция. Конституция, да, я посмотрю. Основной закон типа, да? Ну, давай, посмотрим, что здесь написано. Фантастика эта, а не основной закон. Смотри, здесь написано Власть – это народ. Власть нельзя присваивать. Экономическое развитие во благо народа. Решение проблем демократическим путем. Тут вообще кощунственные слова звучат. Черным по белому написано, что президент страны и парламент – это менеджеры, которых мы, народ, наняли на работу решать якобы наши общие проблемы. И еще мы за это им оказывается заработную плату платим. Человек в Казахстане – свободная личность. У человека, у гражданина Республики Казахстан есть право. Право на жизнь, право на здоровье. У него здесь написано есть выбор. Ну, вообще. Достоинство человека неприкосновенно. Напишут же сказки. Все равны перед законом и судом. Кошмар какой. Это совсем не так. Республика Казахстан имеет государственные символы. Флаг, герб и гимн. Это же наглая ложь. Наглая ложь. Меня на наурыз, наша доблестная полиция, как барана на курбонайт, волоком волокли по асфальту, только потому, что в руках у меня был этот якобы государственный символ. Сувенирный флаг Республики Казахстан. Так что, это наглая ложь. Не буду я читать твою Конституцию. Ни слова правды. Ни какая-то нереальная книга эта. Мои вот эти вот коровы, которые ты называешь картинками, они и то более реальны, чем этой якобы Конституции, якобы основной законы. Не морочи мне голову. Эйде дальше на свой пекет. Сен алдымен Казахстан. Сен алдымен Казахстан. Не баламуть мне тут. Так что иди своей дорогой. И знай, что всем этим политическим так и надо. Джаджев, Атабе, Гарон, Багаев. Они сидят, потому что, видите ли, они хотят иметь совесть. Пусть сидят дальше. Нечего иметь этим людям совесть. Придумали они тут. Молчание золота. Буду так вот молчать. И у меня, ты знаешь, вот за счет этих двух коров я столько денег накоплю. Я детям по всему миру дома куплю. Домик в Англии Шерлока Холмса выкуплю. Нефтяное месторождение им всем подарю. Тебя вот, как свою подругу близкую, не забуду. И Эра Астану подарю тебе. Вот только пусть попробует, Тукаев там авиабилеты нам понизит. Он вообще не понимает, что говорит. Это у всех есть близкие подруги. Он что, думает, просто так, что ли, авиабилеты у нас дорогие дают. А вот эти вот женщины, которых насилуют, они сами виноваты. Нечего им в поездах ездить. Кого-то не знают, что их там изнасилуют. Оксана Шевчук, Джоукерова и Демёва. Эти многодетные матери, они что, не понимают, что решение всех проблем, счастливое будущее их детей, и благополучие, здоровье, это всё заключается в этих двух коровах. Захотели они большего. Странные они. Сидели они и будут сидеть. Нечего. Захотели они охрану детства, материнства. Их место там. Надо быть, мы их сломаем, мы их заставим, пытки применим, но мы их заставим молчать и принять, если что. Пусть молчат двух коров, держат так, и молчат с счастливой детства, будущей своим детям, уверенности хотят. Не выдать им этого. Так что, бери свою вот эту вот конституцию, и иди своей дорогой. Государство, через 30 лет мне к этим двум коровам добавить ещё двух. если я буду вот так вот, не сходя с места, стоять и молчать, я буду вот как наше государство, слепа, глуха, нема, не тронусь с места. Но, может быть, я когда-нибудь встану со своего дивана, может быть, когда-нибудь я выйду на улицу, но когда китайцы разрешат, ну, наверное, тогда. А пока я буду сидеть. Нет, не дождётесь. Идите сами на эти площади, идите сами на эти митинги. И вообще, освободите нам площади. Иногда идите в другие места. Вы думаете, нам мосты нужны только для того, чтобы Казахстан занимал первое место по суициду? Придумали они. 21 сентября идти на митинг Шал Душпан. Чтобы я вас на площади не видела, идите в другие места. Нечего занимать общественные места. Люди порядочные должны отдыхать. А то все праздники, все площади заняты. Идите на масты. Идите на масты. Все штучки. Идите на масты.